Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мне в письмах задают вопрос, что такое АКМЕ. Если мы с вами перейдем на сайт лаборатории психологического обеспечения, мы с вами увидим, что в заголовке сайта написано ООО, научно-практический центр АКМЕ. И вот мы существуем в рамках этой ООО, этого научно-практического центра, лаборатория существует. И, соответственно, люди не понимают, а что же такое значит слово АКМЕ. Это очень легко и просто понять, если мы с вами наберем в поиске Google слова. Что такое АКМЕ? Нажмем Enter и, собственно, получим ответ на наш вопрос. АКМЕ от греческого слова «высшая точка», «вершина» — это соматическое, физиологическое, психологическое и социальное состояние личности, которое характеризуется зрелостью ее развития, достижением наиболее высоких показателей в деятельности, творчестве. Ну вот, если быть кратким. Вообще, по сути говоря, слово АКМЕ, ударение на последнюю букву Е, это достаточно популярное, известное слово. Возникло оно в V веке до н.э. в трудах греческих ученых. В дальнейшем очень много встречается в трудах Декарта. Он говорит о том, что это не только некое состояние человека, а некий процесс. Это слово одновременно и существительное, и некий глагол. Движение вперед по пути самосовершенствования, по пути совершенствования чего-либо. Соответственно, возвращаясь к лаборатории, научно-практический центр, вершина, если переводить буквально, а если говорить более метафорично, абстрактно, то это именно стремление к некой недостижимой, в принципе, стремление к некой идее, к некому совершенному состоянию, абсолютным показателям функциональных особенностей, здоровья. Все это отображено в определении слова АКМЕ. Соматическое, физиологическое, психологическое и социальное состояние. Если вы обратили внимание, то Всемирная Организация Здравоохранения, ВОЗ, оно определяет здоровье как полное соматическое, психологическое и социальное благополучие человека. Ну вот, если угодно, можно еще так перефразировать это слово АКМЕ. Я думаю, что ВОЗ в какой-то мере, может быть, ориентировалась на вот этот термин, на слово АКМЕ в определении понятия здоровья. Одним словом, лаборатория, ее основные принципы, изложенные в наших принципах, их можно почитать вот здесь, в документах лаборатории, стремится к нечто идеальному, совершенному, к состоянию благополучия, здоровья, социального благополучия, психологического, психологического благополучия человека. И не просто человека, а поскольку мы заявляем себя как научно-практический центр нашей сферы деятельности, а именно сферы психологии, психофизиологии, медицины, медицинской практики и так далее. Вот, если вкратце говорить о названии нашего научно-практического центра, лаборатория психофизиологического обеспечения, научно-практический центр АКМЕ, в структуре которого находится лаборатория психофизиологического обеспечения. На этом, пожалуй, все. Я ответил на ваши вопросы в ваших письмах. И благодарю вас. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok